Приветствую вас. С точки зрения психологии и с точки зрения лично моей проблематика здесь заключается в том, что вас задело. Ну, то есть, ну, то есть, ваше самолюбие, например, вводило вашу самотельку, может быть, плюс ко всему здесь момент такой, что вы начинаете в себе сомневаться, то есть вам нужно подтверждение того, что вы единственное, что вы любимое, что вы важное. Вот. И, да, чувство собственничества по отношению к человеку и, в общем-то, по отношению к себе даже, вот это достаточно деструктивная, тяжелая позиция, потому что человек, как я надеюсь, вы понимаете, собственностью кого-либо быть не может. И если вы рассматриваете человека как свою собственность, да, то более-не более вы его обесцениваете. Если вы его обесцениваете, то так или иначе это ощущается. Ну, то есть, да, вот чувствуется, что вы его обесцениваете и, соответственно, проблематика может быть достаточно серьезной здесь. Вот. Так что, в первую очередь, нужно работать над тем, с чем у вас непосредственно аффицируется, там, грубо говоря, человек, грубо говоря, мужчина, да, вот, в город, аффицируется, так, надо, что вы человека обесцениваете, вот. То есть, как это для вас возможно, грубо говоря. Вот это первое, на что нужно, на мой взгляд, вам обратить свою внимание. То есть, это вот то, что, на мой взгляд, вау, вау. Ну вот, в первую очередь. Дальше. Следующий важный момент. Следующий важный момент. Вы можете реагировать на какую-то ситуацию так, как реагируете. То есть, вы не можете реагировать на какую-то ситуацию так, как вам, грубо говоря, хочется. Это невозможно. Поэтому реагируйте так, как можете. Но ваша реакция, но, допустим, то или иное, это свидетельствует о наличии определенных проблем. О каких проблемах здесь идет речь? На мой взгляд, здесь речь идет о проблемах следующего характера. В том, что, в первую очередь, вы не доверяете себе. То есть, вы вот не можете выстраивать доверительных отношений с мужчинами. Может быть, только с этим мужчиной, с которым вы встречаетесь, может быть, с каким-то еще. Но, как бы, важно немножко другое, важно немножко другое, что не может, не может выстраивать доверительные отношения, потому что, судя по всему, да, и вы, он достаточно сильно боитесь близости. То есть, все, что связано с какой-то ответственностью и чувствами, вот, у вас, судя по всему, вызывает, ну, достаточно такой вот страх. Вот отсюда история про друга, судя по попытку проверить свою ценность и так далее. Конечно, есть проблематика еще и в том, что вы, по моим ощущениям, сомневаетесь в своей собственной ценности, вы сомневаетесь в том, что вы сильны, вы сомневаетесь в том, что вы важны, вы сомневаетесь в том, что вы любимые, и, самое главное, вы сомневаетесь в том, что человек захочется с вами быть. Вот. То есть, выделать вопросы достаточно Серьезный вопрос вызывает ваш выбор мужчины. То есть, для чего я выбираю себе мужчину, как я выбираю мужчин, что я, может быть, хочу от мужчины получить. Вот, а что я делаю, если я этого не получал? Если мы рассматриваем ваш вопрос по поводу того, как реагировать конкретно и непосредственно, то здесь есть несколько нюансов. Первый нюанс, то чтобы, чтобы, чтобы грамотно выражать свои чувства, чтобы грамотно выражать свои эмоции, вот, чтобы грамотно их высказывать. Это первый момент. Второй момент заключается в том, чтобы брать на себя ответственность за то, что вы хотите. То есть, отвечать за то, что вам нужно. Это крайне важный момент. Вы хотите реагировать, исходя из определенной цели, которые у вас есть в отношениях. Но, таким образом, вы, конечно же, пытаетесь, ну, наверное, в какой-то степени подстроить человека под свои желания. Например, под собственнические мысли. И здесь, перед вами стоит два пути. Либо вы пересматриваете свою собственническую позицию и находите в ней, в собственнической позиции, основание для вашей тревожности, например. Либо вы говорите, что нет, собственническая позиция, это то, что, значит, ну, то, что я сознательно выбираю, это то, что мне нужно, и я хочу, в эту позицию у меня была. В таком случае стоит вопрос по цене, которую вы за это платите. И устраивает ли вас эта цена? Устраивает ли вас, значит, то, как все это происходит? Потому что мужчина, он тоже чувствует, что, ну, к нему относится, вот как к собственности, это может не нравиться. Ну, на мой взгляд, да, вот это может как-то вот не устраивать человека. Человек. Там, по разным причинам на самом деле это может быть, да, и мы сейчас не говорим, там, о том, что, значит, ну, что правильно, что нет, мы сейчас об этом не говорим. Об этом мы сейчас не говорим. Это не столь важно. Все. Вот. Смотрите, вы, значит, пишете, значит, так. Меня еще задело, что мало меня. Это вот очень важный момент. Меня задело, что меня мало. Вот с точки зрения психологии вы требуете от человека, чтобы он полностью принадлежал вам. Если человек, ну, как бы, если человек рассуждается и мне, например, лежит, то значит, что-то идет не так. Что-то идет, что-то неправильно происходит. Ага. Конечно. 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 Я бы сказал, что эта позиция достаточно, ну, такая, ну, довольно негативная. Потому что она требовательная, она жесткая, но она не гибкая. Вот. И как мне думается, что мотивирует вас стараться все контролировать. Что, как бы, тоже достаточно тяжело, как мне думается. Если вы хотите рассмотреть, допустим, основание для контроля, если вы хотите, хотите, скажем, ну, может быть, несколько более свободно, может быть, более естественно, взаимодействовать с мужчинами, да, и в частности, вот, с данным мужчиной, то вам в этом, конечно, можно помочь, но для этого необходимо понимать, наверное, чего вы хотите. То есть, для этого необходимо понимать, что вам нужно, и какую цель вы добиваетесь. То есть, одно дело, если вы хотите, там, ну, быть, быть с мужчиной, это одно, да, одно дело, если вы хотите быть с мужчиной. И другое дело, если вы хотите, ну, не знаю, например, разобраться в себе, попустим, вот, просто хотите разобраться в себе. Ну, что, это совсем немножко, это немножко другая история, и, эм, это, совсем другой подход. Ну, мне же, э, вот, излачиваем, э, текста, да, э, э, показал, 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 э, что, вам отношения нужны для, ну, для своих целей, для того, что вы хотите, а мужчина вас, там, как бы, ну, особо не беспокоит, особо не волнует, и так далее. Потому что, измеряете вы, э, я бы сказал, э, ну, количественными, э, категориями, кто, кто, что в отношениях делает. Что, э, конечно, на мой взгляд, не есть хорошо. Вот. Потому как, э, ну, в отношениях, всё, как бы, на мой взгляд, должно быть естественно. Да? Ну, таким вот, э, таким, э, естественным образом, э, всё, должно развиваться. А не, вот, э, так, когда, там, человек, э, себя мучает, э, пытается, э, там, играть в игры какие-то. Вот, как это, на мой взгляд, делаете вы. Э, пытается, э, пытается, э, пытается, э, продумать, как, надо, реагировать, на, то или иное. Но, э, это всё, к сожалению, выдаёт, э, скорее, э, такую некоторую, напряжённость. Э, э, ну, напряжённость у вас, по отношению к, э, мужчине, да, вот, или к, или к мужчинам, э, э, нежели чем, вот, какой-то естественность, какой-то, свобода, да, свобода, да, и так далее. Э, э, я не говорю, что, э, ну, что должно быть обязательно по-другому, но, просто, э, хочется сказать, что, вопрос-то в том, какую именно, э, э, проблему, да, свою, например, свою проблему, вы будете решать. И хотите ли вы решать. Если хотите, то, хорошо, мы вам поможем. Ну, э, ну, а, пока что я не очень, э, понимаю, да, э, что именно вы хотите решать. То есть, какую именно проблематику вы хотите решать. Вот. Ну, я готов вам помочь и готов приступить, э, в принципе, э, с вами поработать. Ну, я думаю, не только я, я думаю, что, э, абсолютно, э, э, любой коллега этого, это, ну, этого, к этому готов. Вот. Вопрос в том, что вот, э, ну, сами подумайте над, э, постановкой вопроса. То есть, э, если, э, мы вам, э, скажем, скажем, э, как нужно реагировать, хотите, хотите сказать вы, то вы так и будете реагировать. Ну, на мой взгляд, эта позиция, конечно, несколько выглядит, э, я бы сказал, противоречивой. Такой момент, на мой взгляд, нужно обязательно учесть, то есть, э, с точки зрения психологии, с точки зрения психологии, с точки зрения псих-трапии, вы не решите свою проблему тем, что, э, предстоисти у нас, э, сейчас, э, сейчас там, э, как, как вам реагировать. И все, вот, мы вам скажем, как, как реагировать и проблема будет решена. Нет. К сожалению, нет. Так это не решается. Есть, э, системность в вашем, э, э, поведении, есть именно, именно, что, системность. И, э, с этой, э, системностью, да, нужно, что-то делать. При условии, если вы это хотите. Повторюсь. Это важно. Это важный момент. Достаточно. Вот. 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 Такой ответ. Я могу вам дать. Я надеюсь, что вам это было полезным. Э, вот. Я желаю вам всего самого доброго, я желаю вам разобраться в себе. Я желаю вам, э, 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 как бы, как бы, э, э, понять себя, я желаю вам, э, 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 лучше поиследовать свои чувства, вот, чтобы вы могли, э, скажем так, более четко понимать, что происходит. А то сейчас вы чувствуете тревожность, но хотите, э, э, отреагировать. Вот. Максимально, э, 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 ну, 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 скажем так, да, максимально, э, корректно в этой ситуации, максимально, э, оптимизировано, вот. А по факту, э, это не так просто, вот. Потому что вы, ну, чересчур замотивированы в том, чтобы что-то для себя получить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.